Всем привет! С вами снова Женька Бич и еженедельный обзор заряженных тачек. Очень давно готовился к этому выпуску, но как вы сами понимаете, сейчас не все не очень благоприятно складывается. Эти вот все с коронавирусом, эта истерия, паника. Поэтому прежде чем начать, скажу вам одно, берегите себя, свое здоровье, здоровье своих близких. Ну и второстепенно, если понравится то, что я вам буду рассказывать, подписывайтесь на канал. А мы поехали! Я очень долго хотел подготовить этот выпуск, он должен был быть немножечко в другом формате. Это должна была быть Polo GT против Lada Vesta Sport, так что следующей машинкой в нашем обзоре, если все здорово будет, все выздоровеет, будет Lada Vesta Sport. Вот, я даже для этого обзора найти, у нас машина вообще нереально. Приходилось вписать на драйве, у нас их всего три на драйве висит, и одна из них, которую нашел, оказалось, то, что улетела с дороги, была битая. Я даже собирался ее купить, но когда узнал, что там не DSG, а механика, эту идею как бы оставил вовсе. Я так думал, что у меня уже будет своя машина в обзоре. Вот, потом покидал кличи в разные автосообщества для того, чтобы найти, и вот все же я ее нашел. И так как формат все же не тот, скоро, я думаю, надеюсь, что мы все же проверим, потому что мне сказали, что Lada Vesta Sport обойдет ее в повороте. Ну, а теперь мы будем вообще разбирать, чем же они отличаются с обычным Polo. На самом деле, отличий, ну, не так уже и много, и они, наверное, в первую очередь касаются внешнего вида. Кстати, я когда готовился к этому выпуску, я даже узнал, что наши белорусские дилеры уже в практике делали только свой Polo, и не GT, а GTI. И они просто обычный Polo добавляли там шильдики на ключ GT, и продавали его как Polo GT. Отличие этой. Значит, начнем с того, что это сами решетки такие, сатообразные. Ну, в принципе, все банально, стандартно, как все машинки мы видели. Этот вот шильдик гордый GT. Вот. Далее, отличие бампера. Ну, тоже, в принципе, он такой более агрессивный. Треселение, он даже добавляет ему, не знаю, какое-то движение, даже когда он стоит на месте. Вот, те же там сатообразные внизу. Ну, и, естественно, это губа, которая плавно перетекает к порогам. На самом деле, я думал, что пороги раздутые, но это вообще продолжение этой губы, и они идут дальше в заднюю часть. Мы сейчас туда пойдем, пока поговорим об этих колесах. То есть, это были 16-модельные, 16-го радиуса диски. Вот. Черный цвет-то был опциональный. Ну, естественно, за бабки они там баллончиком пшикали. Вот. Чем они еще отличают эту версию от обычной Polo? То, что они обещают здесь в круг дисковые тормоза. Ну, такой, типа, не барабаны, а диски. Вот. Что они чуть-чуть увеличили там переднее. Ну, опять же, это скобы. Хотя вес у нее не такой уже большой. Тысяча там, 1200-1300. Это ее вес. И 1700, по-моему, максимально снаряженный ее получается. Вот. Ну, и далее это все переходит в задний бампер. На нем стоит, опять же, спортивный диффузор. Сочный двухтрубный выхлоп. То, что я вообще люблю. Мы, кстати, сейчас его послушаем. Ну, и еще, что отличает задние фонари, которые они за темнение, наверное, с баллончика. Ну, в общем-то, это тоже такая фишечка этой серии. Кстати, еще поговорим о заднем спойлере. Мне вообще в одном выпуске сказали, что я, мол, настолько не разбираюсь в этих всех понятиях. Там антикрыло, спойлер, ducktail. Что вообще, на самом деле, да, я там, может быть, где-то неправильно сказал. Но в любом случае, у всех у них это аэродинамические элементы. У которых есть одна цель. Добавлять прижимной силы автомобилю. Поэтому, может быть, где-то я там чьи-то чувства обидел. Но, если захотите, я вам побольше в этом расскажу. Про то, что там антикрыло, оно разделяет потоки. Про то, что спойлер этого не делает. Ну, в общем, так далее, и тому подобное. Поэтому, идем к задней части, посмотрим. Ну, и, как я говорил, это тонированные задние фонари. Я один закрыл своей жопой. Вот, этот диффузор. Кстати, еще не только что доуточнил. То есть, если я обратил внимание на то, что и вы обратили внимание на то, что зеркала у нее черные. Как бы, во всех полах GT, они черного цвета. Спойлер, у них также идет не опция, а тоже темного цвета. Что касается, вообще, машина новая. Это даже до сих пор еще на гарантии. Поэтому, ну, реально, какие-то такие косяки, которые я рассказываю в каждом выпуске. Было понятное дело, что найти нереально. Только если я ходил к дилеру, который бы мне тоже ничего бы не рассказал. Вот, я так готовился к Лио РС. Там тоже были свои моменты. Ну, из того, что есть таких мелочей, которые я нашел, что мне нравится, что этот 460-литровый багажник. Кстати, приятно еще открывается. В нем маловато света, что стоит одна лампочка. Ну, как бы, по мне, это совсем не страшно и не обидно. Ладно, пойдем дальше. Откроем капот и посмотрим вообще, ну, просто, наверное, для, не знаю, для галочки, что нас там ждет. И минимально поговорим о двигателе. В принципе, сам мотор 1.4 и 125 сил. Вот прям на 100% не проверял. Но говорят, что русские первые поставили такой мотор в седан. Вот. Это такой первый GTI седан от какого-то, не помню, Волжский там или какой. Здесь-то дырочка, да? Дырочка. А, все, нашел. Вот. Ну, под капотом что? Ничего, в принципе, то, что я и думал. Ну, что, вот мы в салоне. Сейчас проедем вообще, посмотрим. А, для начала договорим о чем отличие этой от обычной пола. На самом деле, как мы уже пришли к воду, кроме там двигателя 125-сильного, там 200 ньютон-метров, мы, наверное, больше ничего не имеем. Но, опять же, это на порогах шильдики ГТ и руль. Хотя, опять же, вернемся к обычным версиям. Там не особо они отличаются. Здесь что, наверное? Это то, что здесь хром, в обычных, там, типа, такой, там, пластик, там, не знаю, такой глянцевый. Вот. Ну, и, наверное, это отделка кожи, потому что я видел рулист тоже даже нижней перекладиной. Ну, здесь еще шильдик ГТ. Вот. Ну, и максимальные тут все эти вот настроечки на самом руле, кнопочки. Вот. Ну, и, наверное, на этом все и заканчивается. Вот. Магнитола, она точно так же там становилась. Там, я не помню, какое название. Там, ДР, там, 340, 320. Ну, в общем, это не суть. По всей эргономике то же самое. Жалуется едино-пластик. Жалуется на то, что здесь в комплектации это скрипы. Этого пластика. Ну, по мне, для класса это, в принципе, нормально. Вот. Единственное, что я заметил, что мне, конечно, жирному здесь не очень комфортно. То есть, я пока сюда еще присел. В той же даже малышке корси я себя чувствовал чуть-чуть покомфортнее. И те же даже то, что мы уже там говорили про Альфа-Ромео Джулию, в которой там стойка была слева. Здесь, в принципе, то же самое. Откинулся назад, у меня здесь стойка. И, в принципе, уладить мне уже хомяку не так уже удобно. Вот. Ну, что касается другого, да, руль реально покупает. Вот, руль меня уже купил. Он выглядит просто, как будто я уже, не знаю, там, не в 125-ти сильной ГТшечке. Вот. Ну, теперь проедем дальше и посмотрим. Кстати, опять же, ну, это вот, вы видите, это дичь, да. Опять обычный ключ. Ничего их не меняет, ничего не делается. Просто ты берешь, плачешь деньги. За что? За руль и за пару этих. Вот. Поехали, посмотрим. Кстати, нам на механике. Сейчас. Касаемо выхлопа здесь ни о какой сочности речи быть не может. Я все же ожидал, что какая-то настройка здесь будет, такая читерская, чтобы мы там слышали эти вот там пурчания этого там 1.4 TFSI. Кстати, такие двигатели уже ставились там на всякие Шкоды и так далее. Но в Шкодах нету никаких там шильдиков РС там и так далее. Поэтому в этом плане здесь они типа никого не удивили. Отмечали, что у меня маленькие зеркала, и, да, они реально маленькие. Вот, к ним тоже, я думаю, надо будет стоить привыкнуть. По обзору, ну, не знаю, мне стойка не мешала в джуле, не мешает. В принципе, здесь просто вот именно в этом, из-за того, что она такая маленькая, есть какой-то все же дискомфорт. А, еще хотел отметить, что отмечают многие владельцы о том, что из-за того, что она такая вся маленькая, что этот вот сам подлокотник, он как бы на одного человека, то есть, или этот будет твой сосед здесь ложить руку, или ты здесь будешь. И что еще из таких отличий? Это там какой-то фирменный отделка салона, я не помню, как она точно называется, но вот эти вот клеточки на сиденье нет. Типа такой отсылочки на версию там ГТИ, хотя на самом деле по мне она такая очень-очень такая далекая отсылочка, потому что мне она вообще этого не напомнила. Далее, это то, что эта версия накоплектовалась двумя вариантами КПП, это ДСГ и для любителей, там опять же, тех самых быстрых рук, любителей чувствовать автомобили, это механическая коробка передач. Вот, а вообще, как бы, знакомясь с ней по обзорам все года, когда она вышла, естественно, как обычно для меня, абсолютно она нашла последнюю очередь, когда ее уже сняли с производства. Вот, настолько я охуенный блогер, и, ну, короче, вы поняли. Так вот, заявляли, как бы, цену на нее 13500 на механике и 14500 в долларах на ДСГ. Так как я, естественно, вообще фанат всех этих роботов, вот, естественно, я бы выбирал на ДСГ, потому что, во-первых, это точно быстрее, вот, это 10 из 10 по переключениям передачи вам даю 100%, плюс там в любых ситуациях удобно, комфортно, но есть люди, которые со мной поспорят, скажут, да не, я даже в некоторых пабликах там читал, когда там люди, вы что-то там несете, там многие производители крутых машин до сих пор пользуются там механическим КПП, ну, возьмем вообще, вспомним историю о том, что та же даже Феррари, ее последняя, я говорил в ролике по 360 Модена, но все же после нее еще была одна на механической КПП, это была Калифорния, вот, она была последняя Феррари на механике, их там было продано всего там образно, там штук 5, я там точно не помню, и после этого Феррари заявила, что она отказывается вообще от этих передач, почему, потому что получить такую динамику на механике просто, скорость там переключения это невозможно, ну и в принципе, я больше не знаю суперкаров, которые реально на сегодняшний день там опускаются на механический КПП, это уже все же прошлый век, поэтому, ну, может со мной поспорить там, да и вообще, кстати, в АТО и тоже даже Феррари там целая история, опять же могу мини-ролик снять по поводу истории вообще там возникновения там роботов, роботов и так далее, они в первую очередь вот где-то там Феррари в тех годах 60-х, как бы эту моду как бы завела, так что теперь касаемо самого, самих передач, в принципе, включаются достаточно четко, ну, у педалей тоже есть такой небольшой пинг, ну, а с большего что, ну, у пола, есть такие еще жалобы, то, что, во-первых, нет подсветки в бардачке, вот, во-вторых, нет подсветки, и реально сзади нет подсветки, и вообще нету этих маленьких этих, ну, поняли я, гоневочков, которые, которые подсветки дают, в общем, лампочек вообще никаких, нигде нету, это у одного из владельцев там механической коробки передач были проблемы переключения спирта на вторую, и как бы, на, дилер сказал, что, в принципе, это нормально, и со временем оно прошло, там, тысячам, там, по-моему, 15, и он там выложил такое мнение, что, может быть, там, как-то синхронизатор, не знаю, притерся, ну, в общем-то, такая проблема была, ну, и, в общем-то, вот и все проблемы, которые я про нее нарыл, теперь проедем, посмотрим минимально, как она себя ведет, ну, и, в принципе, уже можно будет подводить и так. Ух ты! Чуть-чуть не пустил, но приятно, я себя чувствую очень стабильно, и стабильно, как сказать, то есть, ну, вообще никаких переживаний нету. Ну, да, вот термоза, конечно, не... И вот у нас еще залипают термоза, конечно. Слабые. Таких юрких поворотов она достаточно себя здорово ведет, ну, тут таких, в общем, вообще таких мелких-мелких затычных, ну, а на больших, на открытых таких, достаточно скоростных, я себя чувствую, не есть хорошо. Радует расход. В принципе, в городе динамика будет вполне сносная, на каких-то маленьких, там, картодромах тоже будет бодро на ней покататься, ну, а больше не так особо, наверное. Блокировки здесь, наверное, нету, да? И что-то, находиться, прокручивает. Ну, в принципе, что, проехали, достаточно приятно, я думаю, на каком-нибудь трыгне мне бы она понравилась, ну, на таком, на маленьком картодроме, типа Брестка, Бреста, вот, что касается вообще, они еще, можно там, сказать, таких пару слов, считается рейка, нет, типа, чуть-чуть читал такие отзывы, что острее, но, по мне, эти там, полтора в одну сторону, полтора в другую сторону, такой, достаточно стандартный, длинный, и что там было, из коротких рейек, это, естественно, было Феррари, ну, и РС, там, по-моему, один немножечко, один и один, где-то, обороты руля. Что, опять же, вернемся к плюсам этому автомобилю, ну, это то, что его расход, вот, тут вообще, у владельца в обычном режиме, вообще, 7 литров летом получается, это супер, при этом, можно себе позволить, где-то, там, минимально в городе, побуянить, там, не знаю, вот, ну, и, опять же, повторюсь, там, до 11, наверное, в мега, там, жестком режиме, на трассе, это, вообще, там, порядка 6 литров, в этом плане, это все, вообще, наверное, любые, там, если даже какие-то будут, ага, из минусов, это дороговизна, вообще, кузовщины, и, например, передний бампер, я, когда, вот, битую машину смотрел, я, вообще, находил цены, по полторы тысячи, за передний бампер, потому что, ну, они, во-первых, уже, сняты с производства, вот, и, и, те, кто их ищут, я так понимаю, ищут, чтобы делать GT-Лук, еще и обычные владельцы, так что, если будете бить GT-шку, то, лучше, конечно, не бить, вот, ну, вот, и выходит, что и дефицит, и цены просто ломят, нереальные, поэтому, касаемо кузовни, здесь можно нормально встрять, ну, а, по-другим, ну, что, машина приятная, внутри себя чувствуешь, конечно, ну, опять же, не как в GTI, тут, вот, эти все, там, говорят, что, там, есть, там, какие-то, там, отсылочки на GTI, и так далее, ну, касаемо, даже, возьмем, там, ту же, даже, приборную панель, и мы уже понимаем, что нет, это обычная версия, потому что, во-первых, в GTI, как я обращал внимание, их, там, по-моему, 300, шкала делится, она, там, очень отличается от обычной, вот, поэтому, здесь, ну, все, да, и, по-другим, там, моментам, колодца, это, отлично, вот, ну, а, с другой стороны, для города, Adelikar, круто, здорово, тарим, катаемся, наслаждаемся, ну, и места, естественно, да, мало в ней, мало места, не очень комфортно, а так, все, гудо,